В мире ситуация такая, что ковид начал свой рост, и, к сожалению, Абхазия не осталась в стороне от этого роста. Мы эти цифры докладывали, когда у нас за сутки было и 23 выявленных пациента, правда, амбулаторные, все такие легкие были течения. На данный момент, с того момента пошло такое плавное наполнение Кудаутского ковидного госпиталя, были там 2 пациента, 4, 6, 8. На данный момент, на сегодняшнее утро 11 пациентов, сегодня планируется выписка 4 пациентов. Да, в районах тоже отмечен незначительный рост. Мы ПЦР-диагностику возобновили практически во всех районах, ситуацию мониторим. Как бы сказали, да, мы будем собирать оперативный штаб, ситуацию будем дальше также информировать население в том же формате, как мы это делали раньше. Пока на данный момент такая ситуация. Я читал, что спутникам ВИИ, вот этим двухкомпонентным, не рекомендуется вторично прививаться. Спутник ЛАЙ, да, рекомендуют? У нас что-то есть? Да, все это в этом формате, мы тоже проводим информационную работу с населением. Тут были такие случаи, когда говорили, что, допустим, препарат, срок действия там спутника ЛАЙ. У нас есть официально подтверждающий документ с Российской Федерации о определении сроков этой вакцины. Поэтому мы все делаем в рамках тех документаций, все необходимые хранения и сроков хранения. Все у нас мы соблюдаем в этом формате. Ведем работу для того, чтобы сейчас закупить еще дополнительную партию вакцины. Но тут есть сложности. Она, точнее, на данный момент предлагается доза, ну, вернее, ампула, в которой 5 доз. Это очень, ну, как бы не совсем таки простая, неудобная ситуация, да. А если, допустим, человеку не сделать, ее хранить невозможно. Как только ампула открывается, после этого она утилизируется. А или надо сразу ввести. Как правило, очень неохотно в наше население идет на ревакцинацию. Мы знали и с вакцинацией какие были сложности. В самые пики мы тоже информировали население. Это, как бы, такая отдельная информационная работа, которую мы в ежедневном формате проводили и проводим, и будем проводить. И мы говорим о том, что надо ревакцинироваться. Штамп, конечно, да, он другой. Имеется в виду, что он более мягкий, но все равно заболевание какое-то время дало нам передышки. Сейчас оно плавно-плавно опять во всем мире идет к росту. Поэтому мы эту ситуацию, как я уже говорил, мониторим, облюдаем. И мы во всех районах, наши коллеги плотно занимаются этим вопросом. Вакцинировался охрана, приемная. И рекомендую аппарату то же самое делать. Ираклий, твой вопрос меня наводит еще на одну мысль. Это без обид. Будьте ближе к народу, Министерству иностранных тем. Будьте ближе к людям. Вы не работайте с нами на расстоянии. Ираклий, если вы должны этим заниматься в том числе, вы должны. То, что касается произъяснительной работы по борьбе с ковидом, неплохо поработали все. Я не имею в виду себя, имею в виду средства массовой информации, само министерство, врачи. Но те факты, которые имеют место быть, особенно в столице и в Гудаутском районе, говорят о том, что надо бдительность по-прежнему. Осторожность. Осторожность. И ничего нельзя исключать. Ничего нельзя исключать. Наверное, те, кто лежит сегодня в Гудаутском госпитале, это те больные, которые имеют сопутствующие и другие заболевания. Да, соматическую патологию сопутствующую имеют, да, которым соединился... Присадился ковид для того, чтобы поберечь людей и их госпитализировать, верно? Абсолютно верно. Также есть класс пациентов, которые лечатся амбулаторно. Их тоже есть определенное количество в районах. Мы и службу усиливаем терапевтов, и наших инфекционистов. Определенный запас кислорода у нас в хранилищах есть. Хочу сегодня сказать, пользуясь случаем, сегодня хочу пригласить для вручения медали сотрудников станции кислородного. Сулумской, которые тяжеленные условия, и погодные, и ковидные, в круглосуточном режиме пытались максимально выдать то количество кислорода, которое может выдать станции. Поэтому сегодня в 15 часов я пригласил вручения. Подсказываем, пригласите Максима Епифановского. Я не шучу, я не шучу. Говорю вам, не было бы этого парня, которого большинство сидящих не знали. У нас были бы очень серьезные проблемы с кислородом. Он, житель Сочи, он нам очень помог. Критические часы, говорю вам, критические часы, он нам очень помог. Он делал невозможные вещи, прямо, говорю вам. И поэтому труд всех надо как-то отметить, да, как это мы можем сделать. Мы сейчас по итогу момента вручения. Ну раз так, пожалуйста, пригласите сейчас руководителей скорой помощи, проинструктируйте. Надо готовиться. Надо готовиться. Это не значит, что так будет, но готовиться надо. Это не значит, что так будет.